Любовь с кулаками. Мать шестерых детей Айжан Каримова просит защитить ее от собственного мужа. Женщина утверждает, что он избивает ее уже 19 лет. Врачи много раз регистрировали сотрясение мозга и повреждение внутренних органов. По решению суда гражданскому супругу запрещено даже приближаться к своей семье. Но мужчину это не останавливает. Почему нет управы на домашнего дебошира? И можно ли помочь Айжан? Узнавала Людмила Батюшкина. Айжан Каримова ненадолго вздохнула свободно, пока муж под 10-дневным арестом. Но что будет дальше, женщина боится и думать. Она рассказывает, что уже пять раз попадала в больницу после его побоев. В последний раз врачи зафиксировали обширные синяки, сотрясение мозга, повреждение внутренних органов. Вот она придет домой с водкой, водка до сих пор в шкафу стоит, и детям наливает. Говорит, пей. Они водку нюхают, говорит, фу, папа, говорит, воняет. Он говорит, ты же мужик, пей. Вот так, знаешь, вот так, пей вот так вот, руками вот так у них. Это сколько? Это каким детям сколько? Вот маленькому два годика будет, а вот второму сыну, ему четыре только будет. В семье шестеро детей, младшему всего три месяца. Дети тоже ходят в школу в синяках, признает Сайжан. Бьет просто так, достается и 14-летней Диане, круглой отличнице. Когда треземы хорошие, а когда пьет, страшно. Когда бьет маму, жалко. Я папе сказал, чтобы он перестал, но не перестает. Сайжан уже не раз писала заявление участковому на мужа-садиста. Того забирали на несколько часов, но потом отпускали, и все начиналось снова. Выписывали так называемое защитное предписание, которое запрещает дебоширу приближаться к жене и детям. Но и это не помогло. Если в крупных городах существуют кризисные центры для женщин, попавших в трудную ситуацию, то на селе нет и этого. В самом лучшем случае приедет участковый. Соседи же в селе обычно предпочитают не вмешиваться. Поэтому женщина остается один на один с кухонным боксером. Все эти годы Айжан старалась скрыть от родственников, что ее избивает муж. Но теперь поселок для них двоих стал тесен. Либо на дебошира найдут управу, либо многодетной семье придется бежать. Только вот куда? Все, что может посоветовать местный Акимат, это встать в очередь на жилье по государственной программе. Ну, конечно, можно вмешаться. Данная гражданка, если сказать, не обращалась ни один раз в Акимат ко мне. Отдельного наказания для семейных тиранов в Казахстане нет. Они, как правило, отделываются штрафом в сумме более 400 тысяч тенге. Но выплачивать его приходится битым женам, в ущерб битым детям. Понятно, что частенько жертвы предпочитают молчать о побоях. Но даже при этом только в Карагандинской области за последний год полицейские приняли более 2000 заявлений подобного рода. А по данным общественных организаций, в республике ежегодно из-за бытового насилия гибнут до 500 женщин.